Михаил Михайлович Казаков родился 14 октября 1934 года в Ленинграде в семье писателя Михаила Эммануиловича Казакова, 1897-1954, и Зои Александровной Никитиной, урожденной Гацкевич, 1902-1973, редактора, издательства писателей в Ленинграде. Отец происходил из образованной еврейской семьи. Его предки, стремившиеся к ассимиляции в русской среде, приняли фамилию Казаков. Этнические корни матери были сербско-греческими. Бабушка Михаила Михайловича, Зоя Дмитриевна Пороскева-Борисова, была родом из Одессы. В годы сталинских репрессий мать дважды арестовывали. В 1937 году. Вместе с бабушкой артиста. Обе освобождены в 1938 году. Повторно. В 1948 году. Во время войны Мишу с другими ленинградскими детьми эвакуировали в Молотовскую область. Сейчас. Пермский край. С 1941 по 1944 год он жил в деревне Черное Краснокамского района. С 1945 года учился в Ленинградском хореографическом училище. По окончании 222 мужской школы. Бывший Петри Шуле. В 1952 году Михаил Казаков поступил в школу-студию МХАТ. Учась на последнем курсе. Успешно дебютировал в кино, снявшись в роли Шарля Тиба в политической драме «М. и. Рома. Убийство на улице Данте». 1956. В 1956 году окончил школу-студию МХАТ. Курс П. В. Масальского. И поступил на работу в театр имени В. Маяковского. Где прослужил с 1956 по 1959 год. Затем играл в «Современнике» 1959-1970, во МХАТе 1971-1972, в театре на Малой Бронной 1972-1981 и в Ленкоме с 1986-ю. Также, по словам Михаила Казакова, он играл на сцене саратовского Тюзау Ю. П. Киселёва в пьесе «Обыкновенная история», добился блестящих успехов как актёр и режиссёр театра и кино. Проникновенно читал стихи Тютчева, Пастернака и других поэтов. Наряду со Смактулновским, Юрским, Марковым и другими мастерами художественного чтения принял участие в записи серии «Пластинок». Страница русской поэзии 18, XXV, в автобиографической книге «Третий звонок». Актёр писал, что с 1956 по 1988 год сотрудничал с КГБ СССР. В августе 1991 года М. М. Казакову предложили высокооплачиваемую работу в Израиле, после чего он переехал туда вместе с семьёй. В течение четырёх лет играл на иврите в Тель-Авивском камерном театре. Кроме того, создал русскую труппу «Антрепризу», с которой подготовил четыре спектакля. В 2012 году в беседе с Дмитрием Гордоном продюсер Марк Руденштин рассказал. В 1996 году артист вернулся в Россию и организовал собственную труппу под названием «Русская антреприза» Михаила Казакова. До 2010 года Михаил Казаков выступал с моноспектаклями. Один из таких моноспектаклей – «Пушкин и о нём», и в роли чтеца, в частности, записал компакт-диск. И со стихотворными произведениями И. А. Бродского и А. А. Ахматовой. В 2010 году у актёра был диагностирован рак лёгких в неоперабельной форме. Лечение проводилось в Израиле, в клинике Тель-Хашомер. 22 апреля 2011 года Михаил Казаков скончался после продолжительной болезни. Ранее СМИ сообщали, что 76-летний артист находился в клинике израильского города Рамат-Ган близ Тель-Авива. Незадолго до кончины артист приобрёл участок на Введенском кладбище, где покоится его отец и где. Согласно завещанию, актёр похоронен, художественный руководитель театра, Ленком, Марк Захаров так сказал А. М. М. Казакове. Продолжение следует...